приветствую здравствуйте меня зовут артем я донечанин из киева как вас зовут откуда вы живете прям сейчас находитесь киеве да а почему вы дончанин потому что я родился и очень долго можно понять просто дончанин на дону может поэтому сказал донечанин ну и как вы относитесь вообще вот вы донецким и как вы думаете как к вам донецкие сейчас относятся ну вот я общаюсь очень большим количеством донецких как вы говорите и нормально нормально потому что большинство донецких выехала на территорию не купированную это раз а второе интересно как я могу 16 не успела погибла как я могу представляешь 16 тысяч донецкий вот как я могу быть предателем ты мне тут предъяву кинул я тебе объясняю как как я могу быть предателем если я был гражданином украины и остался им поэтому вот это вот фраза предатель это все как бы это сказать помягче чё я буду мягко ложь пиздёшь и провокация донецк был русский правильно слышишь донецк и ты-то на русском языке разговаривать ну чё ты пиздишь кому-то рассказываешь сказки покажи мне документ когда донецк был русским ой да всегда он был там вообще ни одного города у вашего окраинского нет вообще блять вся территория русская вам ее подарили блять там реки русской крови за это проливить нахуй а ты знаешь хотя бы кем основан город донецк блин придурок ты узнал висите надо я знаю и вот они русским был основан сейчас я забью секундочку чтоб ты меня не обманул я точно не знаю сейчас узнаю давай забивать мне интересно даже я подожду секундочку так здесь клавиатура клавиатуре забьем кем основан город донецк я там что-то слышал такое непонятное так конечно русские основание все 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 там все там русская и русию пахнет да только вы придавали ваше россия не воняет донецк сейчас секундочку история донецка вот столичца так донецк футбол нахуй нам не нужен что-то они тут блять с футбола начинают специально для тебя открываю чтобы ты ну посмотри скажи мне чтобы я не мучился а я гляну а слушать прочитай мне вот написано вот смотри да нет им основан город донецк специально давай я уже прочитаю донецк вот слушай донецк древнерусский город 10 14 века ныне городище на окраине харьковской области у ссср на высоком мысу правого берега что ты считаешь нет реки уды если у вас там река уда нет у нас такой вот так а может и не может и не из донецка это еще из сссровские данные я тебе читаю ты чего на краю харьковской области донецк находится до харьковской области километров так а это донецк это донь это донецк до начала так ранее известно как александровка юзовка донецк ну тут перри это латинский то хуйня все так что тут нихуя не написано кем основном намного чего ну если ты умный такой я потом тебя проверю говори юзов юзовка он раньше назывался 1924 году юзовка почему он юзовка потому что основан ну и что британским промышленником джоном хьюзом и что значит это стало а британская британский город нет это значит о том что неважно кто там мануфатура была основана это не значит что он российский так же как и одесса не российская и киев не российский потому что киеву полторы тысячи лет вас вашей россии при планах еще не было когда был киев одесса была основана еще при великом княжестве литовском было такое поселок кочубеевка потом это захвачено было к этими турками а все было захвачено турками была названа крепость хоть построена крепость хаджибей историки недоделанным приветствую да здравствуйте меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда не коля оденбург о чем здесь разговариваете слушайте да не знаю сейчас на работе нахожусь на есть пробелы временные но когда работать не надо вот считаете чего и зарабатывая деньги в тюрьму лет я разговариваю об отношении стран мои собеседника и что к чему-то пришли каким-то выводом за столько времени мне просто интересно что россияне думают что у них черепушка я думаю бесполезные разговоры потому что у всех своя информационная как бы поездка вот поэтому так как но и течение кого-то времени можно что-то будет понять а сейчас пропаганда всех стран делает свое дело просто на свою все просто я не понимаю почему люди на это ведутся вот этого мне не понять ну я вам скажу так с в основном всегда пропаганда рассчитана на не на умных скажем так я вам про это же логический вопрос возникает если пропаганда рассчитаны не на умных а большинство ведется на эту пропаганду то большинство кто здесь дело не в том что умные не умные понимаете здесь можно любой факт любой факт можно его просто переделал так чтобы он был в любую порцию из двух сторон те же допустим дончане да кто с донецка несут две разные поезд я из донецка вот ну вот я вам про это же говорю и сейчас взять человека допустим кто именно сейчас даже проживает донецке вы с ним будете сидеть и спорить как это все начиналось и как все это было правильно но вы при этом не живете в донецке а он живет до сих пор в донецке вы будете ему говорить как там на самом деле дела правильно это есть пропаганда это есть пропаганда я считаю смотрите вопрос заключается в том что нужно не брать интерпретацию фактов а брать факты и брать все факты то есть брать всю логическую цепочку когда ты понимаешь всю логическую цепочку с чего все началось то все остальное то что произошло это последствия а не причина вот элементарно где будете брать с чего началось началась война в четырнадцатом году но сами прям военные прям такие масштабные действия начались сато нет приказы турчинова нет расскажите пожалуйста во я началась с как минимум с 26 на 27 февраля 2014 года когда российский а что происходило захватывал здание верховного совета крыма сорвал украинский флаг и повесил российский после этого ваши же военные которые должны были находиться на территории своих частей и передвигаться одну секундочку секунд давайте вы сейчас много наговорите и я не успею поймать как бы саму мысль скрыть пожалуйста когда парламент захвачен сколько людей там поменялось там помните люди так вышли на следующий день абсолютно все те же люди да и свозили с люди с автоматами как вы думаете что будет автомат под дулами автоматом слушайте но это проводил эти автоматы понимаете не были наставлены на этих людей к тебе в дом приезжают люди с автоматами берут тебя отвозят и говорят голосуй и ты реально понимаешь что твоя твоя семья находится грубо говоря в них за у них заложить как подождите в любой момент они кто проголосовал против подождите там были люди кто проголосал проголосовал против вопрос это было немного людей но они были а почему кто они расстреляют а что вопрос не в голосовании вопрос в том что незаконно российские военные захватывают административное здание в чужой стране покажите мне разница на основании которого это можно было сделать подождите но нет факта того по моему что там именно военные захват были даже ваш президент признался о том что это были вашего захвате крыма фильме крыма или парламента или парламента это все комплексом идет сначала захват парламента потом захват блокирование украинских военных частей потом блокирование украинского военного флота в бухте донуслав вашим черноморским флотом все это по определению он является агрессии одной стороны против другой страны любой из этих действий не просто что все эти действия а любое из этих действий есть и есть незаконное пересечение границы и все остальное это является уже актом агрессии одной стороны против другой с вами не согласен акт агрессии он так и не признали по этому поводу а что а что касается опять же парламента люди сопровождали даже тех тех чиновников потому что на фоне что творилось киви допустим или западной украине да когда люди когда люди с захватывали реально парламент и когда люди никогда никаких расследований когда вам это не нравится нет вы просто вы же меня тоже перебили вы меня тоже перебили я задаю уточняющий вопрос я хочу услышать уточняющий уточняющий ответ на какие парламенты у нас захватывали на западной украине во львове по моему парламент захватили у нас у нас нет на граждане и программирование у нас нет никаких парламентов там но как же но в киеве хорошо в киеве не был не рвать в одессе у нас единственный парламент это в киеве есть еще крымский парламент все других парламентов не существует у нас но тем не менее люди которые голосовали в крыму парламенте автоматы были не на них на рядом с а просто на порядке на пони на пони что творилось в украине на всей территории украины на фоне этого да конечно присутствует объясните мне на каком основании ваши военные типа охрана на каком они основании это делали ну на основании того чтобы была аренда согласно договора об аренде флота ваши военные части ваши военные должны были находиться в городе севастополе а парламент находится в городе симферополе для того чтобы для того чтобы передвигаться для того и были в крыму вы были в крыму четырнадцатом году нет да для того чтобы передвигаться по территории крыма на военной технике ваши военные должны были сначала это согласовывать с нашими с нашей администрации и в сопровождении военной милиции украины передвигаться если даже вам надо было вашим войскам надо было допустим поехать на стрельбище все это можно было делать только в сопровождении наших нашей военной милиции вы не имеете права согласно смотреть договор об аренде черноморского флота давайте его посмотрим когда я был до четырнадцатого года в крыму я видел технику его в поторе и там стояли большие когда едешь светлый до светлый по моему назывался поселок где казантип проходился последнее время и когда ты приезжаешь там стояли такие огромные антенны и вся техника передвигалась от этих контент далее смотрите российская техника подавлю насти россии на правах 20 летние аренды перешли тот прям из вашей википедии главная бухта города севастопольской спине википедия подождите подождите почему у вас источником идет википедии просто россияне любят мне хорошо давайте текст элементарным нет просто брать и допустим википедия да у вас википедии написано что царь грозный является московский царь московии хотя по всем другим википедия мира он является на всея руси вам смешно же правильно потому что вся история переписана да сейчас так тут есть вместо дислокации это я перевожу сразу с украинского языка обозначенная территория акватория на которой размещаются военные формирования так и что это за места посмотрите пожалуйста сразу откуда откуда вот смотрите давайте тут сейчас это еще не нашел я сразу нашел военные формированием могут в местах их дислокации так во время передвижения здесь здесь как здесь не вот исполнять исполнять охрану согласно порядку установленному в вооруженных силах российской федерации у взаимодействия с компетентными органов во взаимодействии с компетентными органами украины без этого нельзя так без этого нельзя заказы или вы добавили смотрите секунду запретной зоны для полетов летательных аппаратов военных формирований в воздушном просторе в воздушном пространстве украины вы назначаются вы значили обозначаются компетентными органами украины но крым являлся же автономной республики ну не пропадали думаете лолу крым являлся автономной республикой подождите мне просто позвонили вы зависли вы хотели сказать что крым вы сказали что крым являлся автономной я так подозреваю сказать хотели республика да мне просто позвонили поэтому согласно конституции автономной республики крым если не ошибаюсь первая статья является крым является составной ну то есть и неотъемлемой частью украины украины это им позвонили скорее всего так похоже все так эксплуатация транспортных засобей черноморского флота это я уже читаю для украинцев поэтому я могу разговаривать украинскую и читать украинскую эксплуатация транспортных засобей черноморского флота российской федерации здийснюються за триманием чинных в украине правил дорожного руху включаючи правила про поведенки на местах дорожной транспортной пригоди а також правила перевезення небезпечных вантаж контроль за дотриманием зазначенных правил здийснюю компетентные органы украины и командувание черноморского флота российской федерации то есть украина все равно является контролирующим то есть без согласия украины невозможно это делать пересувание вантажа подъемной и важкой техники черноморского флота российской федерации включающие гусеничные машины по заложенными маршрутами здийснюються залезничным транспортом або на трейлерах так дальше дейти и и и и и и и И вот самое главное, пересувание, связанное с деятельностью військовых формований поза местами их дислокации, они здействуются после узгоджения с компетентными органами Украины. Так что только после того, как они должны были согласовать это с Украиной, только после этого они имели право куда-то перемещаться. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok